Нужно ли вам, детям, знать, как получается никель? Многие относятся к производственным технологиям без интереса. Это, мол, дело специалистов. Но как и когда становятся специалистами? А чаще всего тогда, когда этой специальностью заинтересуешься в детстве. То ли через отца с матерью, работающих на комбинате, то ли через интересную книжку. Сегодня я хочу представить именно такую книгу под названием «От труды до металла». Эта книга интересно написана, легко, с выдумкой и даже с участием самих ребят. Тут тебе и Дед Мороз, и вертолетчик, оказавшийся бывшим экскурсоводом. И самский чахлик, и даже афлотации, о которой мы понятия не имеем. Тут все изложено более или менее понятно. Эта книга – образовательный проект Кольской горно-металлургической компании. Ее задача – привлечь ребят к тому делу, которому посвятили себя их родители, знакомые, земляки. Хочется сказать несколько теплых слов в адрес автора книги Геннадия Анатольевича Лебензона. Историк, краевед, педагог, журналист, поэт, член Союза журналистов Российской Федерации. Родился в 1939 году в городе Ленинграде. С 1962 года Геннадий Анатольевич проживал в Манчегорске. Работал журналистом Мурманского областного радио, корреспондентом газет «Манчегорский рабочий» «Кольский никель». Работа в газете «Кольский никель» дала ему возможность больше погрузиться в историю комбинатов «Североникель» и «Печенгоникель» и написать книгу «От труды до металла». Автор приглашает ребят к глубинам Кольской земли и к огнедышащим печам, месту рождения металла никеля. А началось все с того, что пришло один раз Деду Морозу письмо от Коли из деревни Санкино, Вологодской области. Он спрашивает, правда ли, что на Кольском полуострове добывают никель прямо из земли, лопатой выкапывают. А еще мальчик Коля попросил у Деда Мороза несколько никелированных шариков для велосипеда. А теперь самое интересное начинается. Герои книги Миши и Марина по заданию Деда Мороза совершают увлекательное путешествие по цехам польской горно-металлургической компании. Я вас тоже хочу пригласить в удивительное путешествие по страницам книги Геннадия Регинзона «От труды до металла». Давайте вместе попробуем пройти по порядку весь путь «От труды до металла». Тогда вы сможете понять, почему так непросто получить то, из чего делают уже привычные для вас предметы. Монеты, никелированную посуду, нержавеющие покрытия, броню для военной техники, электрические провода, запасные части для самолетов, комплектующие материалы для компьютеров, сотовые телефоны, видеокамеры и многие вещи. А еще вы узнаете, как много людей разных профессий трудится на рельском никеле для того, чтобы выплавить эти полезные волшебные металлы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!